Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим, как очень быстро, без проблем, внести корректировку в выкройку основы для трикотажа и построить для себя, для своего размера выточку нагрудную. Итак, для построения выточки нам нужно знать раствор выточки по размерам. Это я вам говорю по меркам, вернее не по меркам, а по размерам. Для размера 44-46, 5-6 см, 48-50, 6,5-7,5, 52-54, 8-8,5, 56-60, 9-10. Но все это относительно. Как узнать все-таки, какой у вас должен быть размер выточки? Значит, смотрите, вот я нарисовала фигуру быстренько. И если мы с вами будем измерять сантиметровой лентой, вот у нас линия талии, вот так вот я обозначаю четко. И вот мы взяли от основания шеи точку, измерили по спинке вот эту вот величину, ну и получили, образно говоря, 40 см. Вот так, образно я возьму. А с этой же точки мы прошли вот так вот через грудь и вот так. Ну то есть под грудь не заходите, просто вот провисать должен сантиметр. А вот здесь мы получили 50. То как раз наша выточка, которую мы должны вот здесь вот построить, она будет равна 10 см. То есть вы можете взять, но только завяжите вот сюда сантиметровую ленту по линии талии, чтобы у вас все было правильно. Теперь, если у нас все-таки будет выкройка, а это выкройка для трикотажа, мы можем с вами выточку взять в половинном размере. То есть построить половину, что буду делать и я. Ссылочка на построение выкройки для трикотажа будет в описании. Итак, вот у нас спинка. Она нам не нужна, я ее просто откладываю в сторону. А вот полочка. Значит, у меня, смотрите, разница вот как раз 10 см. У вас это будет своя, либо вы возьмете по таблице. Теперь мы с вами берем дополнительно бумагу и измеряем. Вот от основания шеи мы с вами сейчас измерим сантиметром до выступающей точкой груди. То есть место нахождения выточки, высота груди. У меня это 31 см. Вот так вот я отмечаю 31 см. Теперь от середины переда нахожу центр груди от одной точки до второй точки железа. Значит, вот. И теперь ставлю вот здесь. Вот у меня получается как раз расположение на грудной выточке. Относительно середины переда под прямым углом, именно через вот эту точку, я провожу линию. Вот так. И разрезаю. Я уже там много раз объясняла, как, что мы делаем. Все равно задаются вопросы, все равно кто-то понимает, кто-то не понимает. Теперь смотрите. И вот сюда я должна вставить теперь лист бумаги. А я буду брать половину раствора выточки. То есть не 10 см, а я возьму всего 5. Значит, вот у меня тут линеечка как раз 5 см. Поэтому смотрите, что я делаю. Я вот так вот провожу. Вот, получаю 5 см. и подклеиваю. Вот так. Дальше моя задача подклеить, чтобы была абсолютно вот так вот прямая линия. То есть смотрите, вот так вот я беру, прикладываю к середине переда и провожу линию и четко выкладываю, чтобы все было ровненько. Вот так. Мы с вами как раз сейчас вот эту вот величину в боковом срезе мы полностью и заберем. И вот верхняя часть, вот место расположения выточки. Вот. Вот здесь, именно здесь. И теперь от этой величины мы с вами откладываем вправо и влево. Мы можем выточку вниз построить, можем вверх приподнять, можем сделать под наклоном, как вы хотите. Я сделаю ее вот, смотрите, вот здесь вот у меня вот так вот будет прямая линия идти, а вот сюда я откладываю как раз эти 5 см. То есть вот эта точка, вот и вот 5 см. Теперь мы должны с вами уравнять выточку. Промеряем, какое количество от бокового среза. Значит, вот здесь у меня получается 15,5 см. Значит, вот 15,5 см. И промеряем вот здесь. Должно быть тоже 15,5 см. То есть вот я ставлю сюда 15,5 см. Смотрите, вот у меня чуть-чуть, видите, выдвигается. То есть вот эту сторону я должна буду... Сейчас вот я отрежу вот так вот полосочку. И вот сюда вот доклею, чтобы я уравняла боковой срез и вот эту вот точечку. То есть таким образом мы получили с вами небольшое расширение. Но только в этом уголочке. Вот сюда мы ничего не расширяем. Здесь у нас все остается так, как и было. Вот так вот я подклеиваю. А теперь можем сделать следующее. Найти середину выточки. То есть вот это вот расстояние, которое у меня было 5 см, я делю пополам 2,5 см. Это уже так, просто чисто мы подгоняем выточку. Теперь по вот этой вот линии перегибаем. Но лучше перегнуть именно вот здесь. Перегиб сделать. Перегибаю. Складываю вместе, ровняю вот эти вот линии. И выпечку закладываю наверх. Вот видите, у меня, смотрите, если бы я вот так сложила, у меня бы вот этого кусочка не хватило. А он должен полностью у меня соответствовать. И теперь я срезаю боковую линию, как она есть. Все. И получаю вот такую выточку. Далее с этой выкройкой мы с вами можем работать как угодно. Но сейчас я ее вырежу для того, чтобы вам показать, что дальше уже, вот смотрите, я сейчас по этой выкройке буду далее моделировать. А дальше мы с вами, когда вот здесь вот все сошьем, вот мы получаем объем для груди, а боковой срез вы берете и для себя проверяете. Вот от линии талии, вот здесь у нас все должно соответствовать. Видите, здесь у нас все-все сходится так, как и должно быть. Вот здесь только я сейчас чуть-чуть, вот этот край у меня тут излишек уберу. Вот, вот так вот. То есть здесь у нас все совпадает, все хорошо. Объем для груди мы получили. И дальше мы с вами можем эту выточку расположить в любом направлении. В плечевой срез, в линию середины переда сделать французскую выточку. Сделать вот такой вот рельеф сверху донизу. То есть уже дальше это моделирование. Сейчас с вами мы рассмотрели простой способ построения выточки без проблем. Если вы хотите, чтобы у вас была полная выточка, пожалуйста, делайте полную выточку. Вы вправе это сделать, сделать на себя примерку, нести корректировки и шить с удовольствием. На этом все. Желаю всем удачи, всем пока!